Любое вязание мы начинаем со снятия мерок и построения либо выкройки, либо схемы вязания. Мерки самые простые. Объем груди. Записываем. И длина изделия. Поскольку у нас изделие симметричное слева-справа, оно очень простое, мы можем измерять его по передней части. Берем от центра плеча и смотрим, какой длины изделия я бы хотела иметь. Ну, пускай оно будет размером таким. Длина чуть ниже пояса. Остальные мерки являются вольными и их можно делать буквально на глаз. Потому что длину проймы, то есть разрез, который у нас будет выполнять обязанности проймы, определяем точно так же, прикладывая мерку к плечу. И смотрим. 20 сантиметров. В общем-то, можно было на этом остановиться. Есть такой нюанс. Если вы хотите, чтобы ваша майка сидела идеально на теле, определитесь, насколько у вас перед больше, чем спинка. То есть мы можем взять ширину переда относительно шва на одежде. Вот у меня есть шов на одежде. Я от шва до шва измеряю перед. В соответствии с одеждой, в соответствии вот с этими швами боковыми, которые у меня находятся четко посередине моего тела, я определяю то место, где у меня будут разрезы для рук. Спинка получается меньше, перед больше. При таком подходе выкройка будет более удачной и наша майка сядет идеально. Итак, у меня мерки окружной груди, длина изделия, длина проймы и ширина переда. Идем строить. Есть мерки, строим схему вязания. А не шитье. То есть мы не можем часть изделия провязать и приложить к выкройке. Поэтому выкройка в нутральном размере нам не нужна. Нам нужна схема. Схему мы сейчас и составим. Схемы представляют из себя прямоугольник. Окружной груди 90. Длина изделия 52. Это наше изделие. Вот таким образом оно будет выглядеть. И тут есть нюансы. Нюанс в чем? Если 90 в ширину мы не проходим, вполне возможно, значит мы будем вязать длину. Если мы проходим в ширину, вяжем в ширину. В длину удобнее. Удобнее в том плане, что мы сразу выполняем отделку пройма. Открыли, закрыли. И провязываем, в принципе, можем обойтись даже без шва. То есть мы с шов трикотажным горизонтальным швом, его будет не видно. Но я сделаю отделочку попереду, поэтому мне нужны будут открытые петли, либо ровный край. Здесь не важно. Поэтому для того, чтобы понять, вяжем вдоль, либо поперек. Определяемся с пряжей. У меня это нарцисс, хлопок мерсеризованный. Делаю образец. Образец у меня на 10 плотности. Пишу это обязательно. Иначе я забуду. В следующий раз я буду вспоминать, на какой плотности вязала. И 40 петель, 50 рядов. Образец выполнен по всем правилам. С дорожками по бокам и со сменой цвета сверху и снизу. Измерение производим по середине. В средней части. Так, в середине. 14 см. То есть 40 петель это 14 см. 50 рядов это тоже 14 см. Совершенно случайно, я так не старалась сделать. И смотрим, сколько у меня петель рядов в одном сантиметре. 40 делим на 14 см. 2,86 см. И 50 делим на 14 см. 3,57 см. Это специальная проба, которую мы будем сейчас разбираться с нашей выкройкой вдоль, либо поперек. 90, ну я уже вижу, что мы не пройдем. 90 умножить на 2,86 см. 257 петель. Конечно, конечно, 257 петель нет ни на одной машинке. Поэтому даже не думаем. Разворачиваем выкройку поперек и вяжем. Тогда у нас петли это 52. 52 умножить на 2,86 см. 148 см. Люблю ровные числа. 150 петель. Для того, чтобы не путаться, 150 делим на 2. Получается 75,75 см. Это для себя, чтобы полотно находилось четко посередине машины. Так, 150 петель наберем и будем вязать вверх. Обязательно сбросываем нити. И теперь наша задача определиться, где у нас будет шов. Поскольку я буду делать отделку по переду. Рубчик. Здесь у меня середина переда и здесь у меня середина переда. Я знаю, что у меня ширина переда 50. Значит, если здесь середина переда и здесь 25 и 25. Все остальное спинка. Итак, 90, минус 25 и минус 25, 40 см. Немножко кривенько нарисовано, но это схема и нам нужны именно петли, ряды и сантиметры, больше ничего. Дальше. У меня есть длина проймы. Это 20. В этом месте я делаю разрезы. И это все. То есть, вот такая схема нашего изделия. Если мы хотим идеальную конструкцию, просто чтобы идеально-идеально, можно, конечно, делать скосы плеча. Но здесь они не сильно нужны. Потому что это майка, и она такая достаточно вольная форма будет. На рукавах будет небольшой мешок. Но это не страшно. Опять же, если вы хотите, вы можете сделать небольшие скосы. Но я эти скосы делать не буду, потому что полотно у меня мягкое, и я хочу, чтобы оно лежало вот такими вот волнами. Пускай лежит. Все. Вот эта схема нашего изделия. Делаем расчет. 150 петель мы уже определились. 25 см. Это ряды. 25 умножить на 3,57. 89 рядов. Небольшую свободу мы даем. 90 рядов. 90 рядов. 40 умножить на 3,57. 142. И 20 см. Длина проймы. Здесь вот 20. Это петли. 20 умножить на 2,86. 57 петель. 57 петель. Итак, набираю, набросываю нить 150 петель. Провязываю 90 рядов. Делаю закрытие, открытие петель. Количество 57 штук. Могу оформить планочку. Если хотите, оформим планочку. Будет еще интереснее. Будет так плотненько стоять и края будут обработаны. Но данное полотно, оно очень хорошо будет лежать и без обработки. Дальше провязываю 142 по прямой. Делаю закрытие, открытие 57 петель. Провязываю 90 рядов. И заканчиваю брусовой нитью. Простейшая схема. С простейшим расчетом. Идем вязать. Набрали по расчету количество петель. И провязываю в соответствии с делом расчетом. Можно вводить полосы. Можно вязать внатонную, как вам нравится. У меня бросовая нить. После этого провязываю один ряд катушечных, которые контрастные к основной и к бросовой. Для того, чтобы получились хорошие открытые петли, которые мы будем пользоваться при оформлении линии передачи. Один ряд. Закрепляем нить. И теперь счетчик на ноль. Можно брать основную пряжу и провязывать по схеме все изделие. То есть мы сейчас вяжем 90 рядов до оформления пройма. Теперь провязываю 3 ряда отделочным цветом. Потом по схеме. У меня есть схема расчета полос. Вы применяете эту схему, которую вы хотите. Вы можете вязать вообще без полос. Вы можете вязать полосы в хаотичном порядке. Вы можете вязать полосы по какому-то своему расчету. Потому что количество цветов и пряжи у вас, конечно, будет другая. И задача связать не конкретно такие полоски, а силуэт. Я провязываю 3 ряда зелененьким. Вот он. До 30 ряда розовым. После этого до 36 синим. До 46 розовым. До 50 зеленым. До 60 розовым. И так далее. То есть у меня получаются полосы. И здесь у меня идет обратный порядок для того, чтобы я связала вторую полочку. До 10 розовым. До 14 зеленым. До 24 розовым. И так далее. И подхожу на те же 90 рядов. То есть в обратном порядке. Так делать очень удобно. Потому что в таком случае вы не запутаетесь. И у вас абсолютно симметричные будут полочки. Спинку я буду вязать тоже полосами. Но в хаотичном порядке. Как получится. Единственный нюанс. Я буду делать смену цвета со стороны шеи. Потому что линия низа. Посмотрим как она у нас будет закручиваться. Как она себя будет вести. Вполне возможно, что линия низа останется вообще без отделки. Поэтому вот эти узлы и смена цвета там будут очень не кстати. А горловинку мы будем оформлять. Все равно у нас будет отделка. Поэтому туда выносим все смены цвета и все узелки. Так, 3 ряда. Щетчик крючем. Вот он стоит. Здесь линия горловины. Беру основной цвет. До 30 ряда провязываем розовым. Меняю цвет на синий. 6 рядов синего цвета. Рецепт смотрите. Нюанс. Если полоса большая, проще отрезать нить и начать ее заново. Тогда у нас не будет протяжек. А узелки мы спрячем до 46 ряда, 10 рядов. Зеленые 4 ряда. Протяжка небольшая. Оставляю. До 60-го розового. Синим 6 рядов, поэтому отрезаем. До 76-го розового. До 80-го розового. До 80-го розового. И до 90-го 10 рядов провязываем розовым. На этом полочка закончена. И сейчас нужно провести обработку проймы. Это можно сделать потом, это можно сделать сейчас. Решаем, как мы будем обрабатывать пройму. Либо руликом, либо мы будем обрабатывать ее, закрывая и открывая петли. Как удобно. На самом деле, как хотите, я не хочу утяжелять вязание. Я не хочу делать какую-то дополнительную обработку краев. Полотно, даже если будет немножко загибаться, меня это не пугает на данном изделии. То есть я не хочу это изделие утяжелять планками. Поэтому открываю, закрываю петли и открываю. Ставлю в переднем положении иглы для проймы. Делаю отметку, чтобы в следующий раз не думать. До данного места я буду делать закрытие и открытие петель. Причем делать это можно как розовым, так и отделочным цветом. Выбирайте сами цвет. Мне не нужно, чтобы как-то это выделялось, чтобы как-то особо цветными какими-то нюансами была видна пройма. Поэтому открывать и закрывать я ее буду розовым же цветом. Убождаю нить. Белокрючок. Отпускаю иголки. И закрываем. и закрываю. Не так... и закрываем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Закрыли, открыли петли 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 Продолжение следует... Заканчиваем вязание катушечной нитью и сбросиваем. Заканчиваем вязание катушечной нитью и сбросиваем. Заканчиваем вязание катушечной нитью и сбросиваем. Продолжение следует... Заканчиваем вязание катушечной нитью. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот эти петли мы уже закрываем удобным способом, той же косичкой. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Косички бывают разные, бывают косички обычные, бывают косички двойные. Сейчас я закрываю двойной косичкой. Двойной косичкой одна петля реальная, вторая воздушная. Одна петля соединяет полотно и петлю ловителя, вторая воздушная. Достаточно интересный рубчатый край получается. При этом он эластичный, потому что воздушная петля дает возможность полотну растягиваться. До конца закрываем. Как видите, бросовые нити я не снимаю. Мы снимаем последний момент, когда видим, что полотно нас полностью устраивает, переделать ничего не будем. Потому что если вдруг возникает какая-то недоделка, ошибка или переделка, открытые петли уже есть. То есть их нужно будет, можно будет потерять. При таком способе петли оставить у нас всегда в рабочем состоянии. Закончили вязание, просто выдернули катушечную нить. И вот это бросовое полотно отпадает самым одним движением до конца. Вот такой рубец получается. Достаточно симпатичный, интересный. Вот этот хвост я уберу внутрь, когда закончу закрывать полотно. Все, что нам остается, надеть петли горловины, вот наш рубочек, который мы сейчас собрали, на то количество петель. То количество игл, которые соответствуют оставшимся петлям. И провязываем те же 6 рядов, как на верхней планочке. Выполняем обратный подгиб. И точно так же, как мы делали сверху и по краям, закрываем косичкой, провязав один ряд. Можно провязать, ряд можно нет, но будем выполнять по подобию. Надеваем петли. Делаем вот так, чтобы они не слетели в процессе соединения. Бросовая нить и катушка являются разделителем, который показывает, где мы находимся. И таким образом мы не потеряемся и наденем те петли, которые нужны. Потому что у нас один цвет. И после этого провязываем ряд, закрываем косичкой. Если идет смена цвета, вот как было внизу, прекрасно видно, где у нас заканчивается подгиб, где начинается полотно. Когда у нас цвет одинаковый, вводите одну дорожку, у нас изнаночные петли, если посмотреть на розовый и зелененький, вот отличный виден ряд. И этот ряд прослеживается по всему полотну. Поэтому можно ориентироваться таким образом, не ошибетесь, и всегда будет очень ровное соединение. Главное не торопиться. До конца надевайте. Все, закончили. Убираем бросовую нить. Делать это очень просто. Я режу пополам, потому что длинная нить. Нахожу край катушки. Просто выдергиваю ее. Остальное отваливается. Брусовая нить просто отходит. Очень удобно. И разделяет хорошо, и легко. Убирает бросовую. Не надо ничего вырезать, не надо нигде придумывать ничего. Просто выкинули. Главное не порезать руки, потому что катушка острая. Если где-то что-то ввязалось или вшилось, ничего страшного. Опять же катушку отрезали и все в порядке. Смотрим рубчик по переду. Убираем все хвосты. Нам осталось убрать все хвосты, подпарить или постирать. То есть провести в эту достаточно приличную. Потому что у меня хлопок совершенно не держит форму. Поэтому буду стирать и раскладывать в лежачем положении. Все хвосты, если идет рядом планочка, убираем внутрь планки. Завязали их обязательно узел. И внутрь планки подтянули. Продолжение следует...